Предприниматели Южной Осетии собрались в медиа-центре ИР, чтобы обсудить возникшие проблемы. На встрече присутствовали бизнесмены, представители власти и банковские сотрудники. Предприниматели подняли ряд злободневных вопросов, в частности, выразили недовольство новыми требованиями в плане денежных переводов. По мнению представителей малого и среднего бизнеса, за последние три месяца существенно изменился перечень необходимых документов, которые надо предоставлять в банк для осуществления операций по счёту. Со слов собравшихся, перечень документов не выдаётся в письменном виде, а лишь озвучивается операторами в устной форме. И потому у бизнесменов возникают вопросы по их целесообразности. Предприниматели назвали нововведение вмешательством в их финансово-хозяйственную деятельность. А также подчеркнули, что эти документы банк может требовать лишь при прохождении проверок, но не при каждом переводе. И налоговая служба, и банки, и вся оперативная информация у них имеется. Для того, чтобы Национальный банк смог осуществлять ваши операции, есть минимальный перечень требуемых документов, которые необходимо сдать. Это можно, наверное, чтобы подойти по-другому, и Национальный банк может их, в принципе, запрашивать в таможенную службу. Но это, опять же, время. К этому времени, для того, чтобы запрос обработался в таможенном органе, и обратно переслали документы. Я думаю, что здесь предприниматели сами заинтересованы в том, чтобы оперативно приносили документы и платёж провели. Им посоветовали обратиться в банк с письменной просьбой разъяснить, в связи с чем запрашивается дополнительная информация у предпринимателей. Участники дискуссии также обсудили вопросы влияния пандемии на бизнес, процентные ставки при оказании услуг, нацбанком для осуществления сделок с использованием банковского счёта, пошлину за перемещение товаров через границу и другие вопросы. В завершении встречи предприниматели решили направить письмо в правительство Южной Осетии с просьбой решить их проблемы.